Всем привет, мои хорошие! С вами Хемили, и сегодня мы с вами будем кушать кукурузные палочки. Это супер сладкий вариант, как кузя. Я выбрала в форме колец, всегда их беру. Мне они очень нравятся, особенно как они хрустят. Мне кажется, я немножко переборщила с количеством. Они очень сладкие и очень вкусные. И тут у меня чайок. Вчера сняла влог. И там был кусочек маникюра в начале. Как я делаю все дела. Пишет мне, значит, одна девушка в инстаграм. Мастер ногтевого сервиса. Фу, как ужасно! Лучше пойдите к профессионалу. Я согласна, что она делает гораздо лучше, чем я. Но... Мне доставляет удовольствие то, что я делаю. То есть я делаю это не сугубо, чтобы сэкономить, а просто мне в кайф. Другая девушка мне пишет. Вы не понимаете. Вы мотивируете людей не ходить в салон и тем самым отнимаете хлеб у мастеров маникюра. Ребят, неужели я сказала всем, что эти материалы стоят копейки? Зачем вы ходите по салонам? Тратите такие деньги? Я такого не говорила. Я просто показываю вам свою жизнь. И это часть моей жизни. Раз в две недели я делаю себе ногти. И почему я это должна скрывать, я не понимаю. Вот я искренне не понимаю, почему я должна это скрывать. По мне... Это нормально. Есть обучалки. Туториал. Как самой себе в домашних условиях сделать гель-лак. Я с уважением отношусь ко всем мастерам ногтевого сервиса, визажистом, парикмахером. И у меня нету цели обесценить чью-то работу. Могда пишут такую ерунду, что ты сидишь и думаешь, вот неужели я такой плохой человек? Вот неужели я такая гнилая, хочу отнять у кого-то хлеб? Мне даже в голову это не приходило. Все-таки я все съем, потому что очень вкусно. Мы всегда берем вот такие. У нас еще дома были вот такие продолговатые, оранжевые, но они не настолько сладкие, поэтому мне не нравятся. Еще в магазинах продаются соленые. Они по вкусу напоминают читас. Если сравнивать все чипсы, например, читас, мне кажется, они самые какие-то химические. Может, я ошибаюсь, но чисто по вкусу. Хотя фиг знает, все чипсы в какой-то степени содержат консерванты, но почему-то именно в читас это прям сильно чувствуется. У нас уже дома они были. Я сидела что-то на кухне, лазила в тиктоке, и вдруг меня осенило. А че же я не снимаю мукпанг? Вот. С кукурузными палочками. Давайте немножко поотвечаю на вопрос. Если бы твой сын подошел и сказал, мама, я гей, что бы ты ответила? Я бы поддержала своего сына, ни в коем случае его не гнобила. Я более современных взглядов на жизнь. Но я бы не хотела, чтобы такое произошло. Но если такое произойдет, я подержу. Я лишь против пропаганды. А так я замечательно отношусь к людям с нетрадиционной ориентацией. Я знаю одного парня, он замечательный человек, он очень классный друг. Но ему, например, очень тяжело на работе, потому что в нем вот это чувствуется манерность. Он вот так вот разговаривает, и сразу понятно, что он не той ориентации. И его прям загнобили на работе. Я считаю, что это неправильно. Любой человек имеет право на жизнь и имеет право жить так, как он хочет. Просто не надо внушать детям маленьким, что вот, мальчик может любить мальчика, девочка может любить девочку. Если это естественным путем выражается в ребенке, то пусть идет этой дорогой. И не осуждайте. Не пытайтесь как-то исправить человека. вот я часто замечаю, что в большинстве случаев мне пишут какие-то гадости. Я смотрю на фамилию. 50% Россия. Они не ткнут. Они напишут какой-то хороший комментарий. Недавно с мамой обсуждали это. У меня хейтеров очень мало, и слава богу. Но когда я вижу какой-то негативный комментарий, я сразу поражаюсь, что пользователя зовут Лейла, или пользователя зовут, например, Джамиля. то есть азербайджанские имена. Вместо того, чтобы поддержать вот землячка, как круто. Они пытаются какой-то гнилой комментарий написать, как-то обосрать, вот как можно жестче. Я за толерантность. Без разницы. Афроамериканец. С белой кожей. Какая вера у человека. Нравится ли ему девушка, или нравится мальчик. Некоторые, например, ставят на аватарку вот эту черную руку вот этого американского движения, и потом начинают писать такие комментарии. И вообще толерантностью не пахнет тут. Просто смешно. Коротко говоря, я бы приняла своего ребенка, какой бы он ни был. И даже моя мама так считает. Моя мама вообще максимально неконфликтный человек. И мне кажется, она настолько любит нас с братом, что может нас поддержать в любой ситуации. Вот что бы ни произошло, она все равно будет на нашей стороне. Даже мир будет против нас, она все равно будет на нашей стороне. Следующий вопрос. Хотела бы написать книгу про свою жизнь. Я бы не сказала, что моя жизнь была суперинтересная какая-то. я бы очень хотела снять фильм о любви, которая была в моей жизни очень давно. Но это не сейчас, я думаю, когда-нибудь, когда я буду такая олигарх. я бы очень хотела снять фильм. Я бы очень хотела снять фильм. Потому что в моей жизни, когда я училась в универе, случились такие события, которые я всегда видела в фильмах. Мне иногда казалось, что это просто сон или какой-то фильм. Мне кажется, фильм намного интереснее, когда он основан на реальных событиях. мне очень нравится создавать видео, но снять фильм, мне кажется, это очень сложно. Это очень кропотливая работа, нанимать актеров. Я всегда думаю о том, что, например, актер сначала согласился на все условия, а потом в середине фильма решил, что нет, я сниматься не буду. Вот что тогда делать? Я просто приведу вам пример, чтобы вы поняли приблизительно, о чем идет речь. Я слушала песню Бахти 10 лет спустя. Я прям вот так вот плакала и думала, что это всего лишь песня, такой никогда в жизни не может произойти. Но когда-то в моей жизни что-то наподобие произошло. Ну, сейчас уже плевать ей, честно. Вообще пофиг. Например, в фильмах бывают такие сцены, что прошло 30 лет, и ты видишь свою первую любовь, к примеру, да, и ты такая, ооо, это же он, и сразу все воспоминания. У меня, знаете как, я вижу свою бывшую и думаю, этот козел мне пизихатку должен. Сука не отдал. Я все-таки верю в теорию, что если любовь не подпитывать, то она живет три года. К концу видео у меня уже голова высохла. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень-очень сильно люблю. С вами Блайк Эмили. Пока. Пока.